Библейский портал экзегет.ру представляет Откровение Иоанна Богослова для библейского портала Экзегет. Я читаю перевод Международного библейского общества. 21-е, предпоследняя глава этой книги. Ну вот, с 20-й у нас была куча вопросов. В 21-й, наконец, все хорошо, все очень красиво. То есть, напряженная борьба, каждая победа не окончательна, каждая ступень ведет к следующей ступени, где какая-то новая борьба возникает. Пусть на тысячу лет правит Христос, но потом все равно сатана вырывается из-под контроля. Зачем, почему? Не получается нам сделать так, чтобы все устоялось. Хочется, давайте создадим какое-нибудь правильное государство. Давайте провозгласим какую-нибудь идеологию окончательную. Построим коммунизм, что-нибудь еще сделаем. Но чтобы было навсегда. А не работает. У человека нет такой возможности. А у Бога есть 21-я глава о том, что когда-нибудь, ну, может быть, не в нашем понимании, когда-нибудь такого-то числа, такого-то месяца. А вот в какой-то другой, иной, неземной реальности уже не будет этой временности, условности, вот этой неокончательности, вот того, что... Ну, да, конечно, это все надолго, но и этому придет конец. Как всему, что в этом, в нашем мире, всему приходит конец. Была Римская империя во времена Иоанна Богослова, давно ее нет. Нынешних империй тоже не будет когда-то. А что же будет? Вот в самом-самом конце, вот что является конечным пунктом назначения для христианина? Многие по дороге остаются, строят империи, занимаются какими-то важными культурными, религиозными, прочими делами. А вот конечная станция, она какая-то совсем другая. Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. И моря тоже больше не было. То есть вот весь мир будет другим, да? Вот этот мир не наш мир. Мы в нем пришельцы, мы в нем туристы или работники, да? Но не дом это. Я увидел святой град, Новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенный для своего мужа. Вообще-то обычно города строятся, с неба они не спускаются. А не может человек построить ни коммунизм, ни Новый Иерусалим, хотя под Москвой построен, но, конечно, это просто название монастыря, а не реальность, да? Вот не получается этого человека. Это может быть только от Бога. Притом приготовленный как невеста, украшенный для своего мужа, как невеста в день свадьбы. Образ церкви мы уже видели. И вот этот Новый Город, в котором люди верующие хотят жить, собираются жить, он от Бога целиком и полностью. У них не выйдет сделать что-то такое, что войдет в вечность. Хотя они могут сделать много хорошего и правильного. Я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь он будет жить с ними, и они будут его народом, а он будет с ними их Богом. Это абсолютно ветхозаветное выражение. Вот Скиния, потом храм, это место как раз, где Бог живет со своим народом. Он отрет с их глаз каждую слезу. Представьте себе, Бог, который подходит к каждому, а кто-то там плакса, кто-то привет любит, и вытирает все слезы. Вот смотрите, у нас обычно как? Давайте мыслить глобально, давайте мыслить категориями империи, церквей, конфессий. Нам надо построить что-то грандиозное. Это Вавилонская башня. А Город Бога, где Бог подходит к каждому лично и вытирает каждую слезинку, даже капризную, потому что люди очень часто плачут не по делу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопли, ни боли, потому что бывшее прежде ушло. Как раз все эти человеческие конструкции приводят к тому, что смерти, скорби, вопли и боли становятся больше, чем было раньше. Вот в этой борьбе все хорошие убьют всех плохих, а потом выяснится, что половина из них все равно плохие, и не тех убили, а надо теперь убивать других. И вот это бесконечная густерьма. Может быть, потому так это и описано. Вот эта борьба, где вроде и бросили в огненное озеро змеи, а все равно он вылезает в виде дракона. Потом его сковали, а всего лишь на тысячу лет, а потом он опять вылез. А вот у Бога иначе. Потому что бывшее прежде ушло. Сидящий на троне сказал, я делаю все новое. И он добавил, запиши, потому что это верные истинные слова. А почему он это может? Ну, понятно, Бог может все, но где логика? Затем он сказал мне, свершилось. Я альфа и омега, начало и конец. Альфа и омега, первая и последняя буква алфавита греческого. Соответственно, в нем все. Он знает начало, он знает конец. Более того, не только знает, но и становится источником этого начала, этого конца. Тому, кто мучится от жажды, я дам пить безвозмездно из источника воды жизни. Это, конечно, для Ближнего Востока образ, где много жары, но мало воды. И вот за воду надо платить. Мы тоже платим, но мы как бы не замечаем небольшая статья расходов нашей коммуналки. Вот хорошая минералка уже стоит дорого. А вот тут бесплатно, самая лучшая минералка. И, конечно, не в прямом смысле слова, а источник воды живой. Победитель наследует это, я буду его богом, а он будет моим сыном. Но боязливые, неверные, подлые убийцы, развратники, колдуны, идолопоклонники и все лжецы и место в озере с горящей серой. Это вторая смерть. Опять об этом говорится, то есть можно умереть после смерти. И весь народ собирается вокруг Бога, кроме тех, кто своими поступками себя от него отделил. Один из ангелов, имеющий семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, подошел и сказал мне, «Пойдем, я покажу тебе невесту, жену Игненка». И он перенес меня в духе, то есть невеста, жена Игненка у нас уже была, это церковь, а в духе, ну то есть человек, вот может быть даже остается там, где он был, вот Иоанн в данном случае, но его дух оказывается в другом каком-то измерении. Он перенес меня в духе на большую высокую гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Бога. Он сияет славой Бога, его сияние напоминает сияние драгоценнейшего камня, наподобие яшмы, чистый, как кристалл. У города большая высокая стена и 12 ворот, а у ворот 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 родов Израиля. Ну и вот дальше такой идеальный город, где 12 колен Израиля, 12 ангелов, 12 ворот, всего 12, 12 это число Божьего народа. Трое ворот с востока, трое с севера, трое с юга, трое с запада. Стена города стоит на 12 основаниях, на них написаны имена 12 апостолов Игненка. Вот, кстати, ответ на вопрос, почему апостолов 12. Это народ Божий. Их должно быть символически столько. В книге Деяний написано, что когда Иуда покончил с собой, ну, предал и покончил с собой, апостола избрали еще одного, потому что их должно было оставаться 12. Это число символическое. У ангела, который говорил, со мной была золотая трость для измерения города и его ворот и стен. Тоже обычная для ветхозаветных пророчеств деталь. Тростью мерили большие расстояния, да, ну, как сегодня, там, метром. Зачем мерить? Вот измерить, значит, понять. Вот как устроен этот город Бога? Мы не можем описать очень многое из того, что там встречается, но можем просто взять линейку и померить. Город был квадратным, ну, такая идеальная форма, да. Длина его равнялась ширине. Ангел измерил город Тройства. Длина города была 12 тысяч в стадии, очень большая. Длина его, ширина и высота равнялись длине, даже высота. Ангел измерил стены, они были толщиной 144 локтя, согласно человеческим меркам, которым пользовался ангел. Тоже огромная толщина локтя, это он почти полметра, но 144 — это 12 в квадрате, да, то есть это, опять-таки, число 12 тысяч или 144 — это число 12 по-разному представленное. Стена была построена из яшмы, камень такой драгоценный, а сам город из чистого, как прозрачное стекло, золото. Золото, да еще и прозрачное. Но это же лишь подобие. Здесь не химия, физика, не буквальное описание каких-то процессов, естественно, научных. Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями. Первое основание было из яшмы, второе — из сапфиры, третье — из агаты, четвертое — из изумруда, пятый — из ониксы, шестой — из сардалика, седьмой — из хризолита, восьмой — из хризапараза, одиннадцатый — из гиацинта, двенадцатый — из аметиста. Ну, то есть разные драгоценные, полудрагоценные камни, которые тогда знали. Двенадцать ворот были двенадцатью с жемчужинами. Каждые ворота из отдельной жемчужины. Жемчужина что-то маленькое, городские ворота огромные. Что ж, такая огромная жемчужина, из которой вырезаны целые ворота. Где такую жемчужину взять? Или это иносказательно? То есть ограда как перстень или браслет, а ворота как жемчужины на этом браслете. Я думаю, что скорее второе. Но это символика в любом случае. Это не инженерное описание, как построить такой город. А центральная улица города была из чистого, как прозрачное стекло, золото. Но мы не видим золота, которое было бы как прозрачное стекло. То есть какое-то сочетание несочетаемого. Этого просто не бывает. В нашем мире ничего подобного нет. Храма в городе я не видел, потому что его храм — это сам всемогущий Господь Бог Ягненок. То есть что такое храм? Место для встречи человека с Богом. А вот здесь кухня любого дома — это место такой встречи. Вот чем христианство отличается от Ветхого Завета? Очень много совпадений с Ветхозаветным Израилем. Но самое главное, что встреча с Богом — это везде и всегда. Они в определенные моменты, в ходе определенных священнодействий. «Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Бога освящает его, и Ягненок является его светилом». Вот до какой степени это буквально. Понятно, что использовать Бога в качестве светильника как-то немножко странно. Но здесь имеется в виду, что присутствие Бога настолько всеобъемлюще, что даже светильников не нужно. «Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу. Ворота города никогда не будут закрыты днем, а ночи там не будет». Как это? «Непонятно. И принесут в него славу и честь народов. В него не войдет ничто нечистое, никто, совершающий постыдные или лживые поступки». Вообще-то, как и в случае с ночью, но не бывает. Как они не войдут? «Там будут только те, чьи имена записаны у Ягненка в книге жизни». Мы уже читали про книгу жизни, она тут уже была у нас. То есть, это мир, который живет какой-то совершенно особой, неповторимой жизнью. Мир, который устроен не так, как устроено все остальное в этом мире, где нет тьмы, нет ночи. Уже ночь, видимо, не как время суток, но как некая такая категория мрака, темноты, ужаса чего-то подобного. И что еще будет в этом городе? Как он устроен? В самых общих чертах мы прочитали, но это как-то очень понятно. Кое-что про этот город будет в следующей 22 главе. КОНЕЦ